Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни каждого человека. Ведь от того, насколько верно молодые люди оценят собственные способности, будет зависеть их будущая карьера. Избежать ошибок в этом возрасте поможет только грамотная работа, которая проводится еще в школе. Но ведь и распознать талант в ребенке, и сформировать способность к самосовершенствованию, и сделать школу притягательной страной – не каждому под силу. Лицей созвездия номер 131 справляется на отлично не только с этими задачами, но уже до протяжения более чем 20 лет работает по программе «Одаренный ребенок». Вот об этом и многом другом я сегодня в этой студии буду беседовать с директором Лицей созвездия номер 131 городского округа Самара, почетным работником общего образования Российской Федерации Басис Людмилой Борисовной, и под обедовой Ириной Игоревной, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лицей созвездия номер 131. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. О вашем учебном заведении. Я предлагаю посмотреть видеосюжет, потому что мы не могли не приехать и не посмотреть, как же у вас организован учебный процесс. Внимание на экран. Лицей созвездия 131 ведет свою историю с сентября 1987 года. В середине 90-х годов 131-я школа сделала ставку на искусство, на творчество, и не прогадали. Девиз школы – повышение качества обучения на всех ступенях образования, поэтому в лицее построена система предпрофильного и профильного обучения. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование у детей эстетического мировосприятия, способности к самовыражению – это не просто слова, а ежедневная работа руководства, педагогов и родителей. Поэтому не случайно уже в начальной школе изучают такие предметы, как хореография, театр, музыка, изобразительное искусство, МХК, дирижирование. На базе лицея 131 создана широкая сеть кружков и клубов системы дополнительного образования – спортивного, краеведческого, эстетического, прикладного направления. Один из известных коллективов в городе – ансамбль авторской песни «Жигули». Я люблю детей – раз. Люблю походы и природу – два. И стараюсь это все как бы передать детям. Люблю авторскую песню, поэтому у меня клуб авторской песни. Почему «Жигули»? Потому что мы очень часто путешествуем по «Жигулям» и по достопримечательностям Самарского края. Поэтому и название такое красивое – «Жигули», но и песни соответственно. Мы скитались по разным странам, восхищались чужой природой. На рассвете вставали рано, были рады любой погоде. И не знали, что где-то рядом, горы ждут всех нас очень долго. Там простор не отхватились рядом, и родная до сердца Волга. В лицее «Созвездие» созданы все условия для детских открытий. Это и прекрасно оборудованный медиа-центр, библиотека с читальным залом, мультимедиапроектор, интерактивные доски в учебных кабинетах, большое количество обучающих компьютерных программ. Здесь работают замечательные педагоги, с ним очень хорошо заниматься. Любой материал, который кому-то непонятен, они сразу объясняют. Можно подойти до уроков, они свободны в любое время. И все вопросы, которые когда-либо были непонятны, мы получаем на них ответы с легкостью. Каждый день в нашем лицее это что-то неповторимое и удивительное. Каждый день преподаватели, они протягивают нам руку помощи и объясняют новый материал. Это очень необычное место, так как я уже учусь не в одной школе, и сравнительно наша школа, где сейчас я учусь, это что-то необычное. Так и в городе, я считаю, очень мало. Она одна из самых лучших, так как здесь необычный подход к преподаванию. А в чем он заключается, в чем необычный? Здесь очень дается легко материал. То есть где в других классах у меня было что-то непонятно, на данный момент я понимаю все. Даже если у меня есть какие-то вопросы, я быстро получаю на них ответы. Скажите, пожалуйста, ведь еще одним из важных показателей, на мой взгляд, это дружба и атмосфера в школе и в лицее. Вот у вас класс дружный? Да, у нас очень дружный класс. Я не знаю в школе таких классов, которые бы как-то не ладили с друг другом. В нашей лицеи это вся одна единая семья. Молодой, дружный, талантливый, творческий и педагогический коллектив лицея это тандем единомышленников, где каждый имеет возможность выбрать те формы и методы обучения, занятия экспериментальной деятельностью, создание и внедрение авторских программ. Руководство лицея в лице Людмилы Борисовны Пасис постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы лицея. Все кабинеты лицея оснащены мультимедийным и интерактивным оборудованием. У нас существует три направления. Это химико-биологический, социально-экономический, физико-математический. Зависимо от того направления, которое ты выбираешь, у тебя существует определенный набор предметов, которые ты изучаешь больше остальных и, следовательно, готовишься по ним. С 2001 года заключены договора с ГАУ, СГПУ, СГУ, где работают подготовительные курсы на базе школы. В течение последних нескольких лет выпускники школы показывают высокие результаты по ЕГЭ. Во внеурочное время ребята с большим интересом занимаются в классе мастерской школы беспилотных технологий. Десяти и одиннадцатиклассники увлечены конструированием, моделированием, изучением новых технологий и последних достижений в области робототехники. Мне очень нравится. Здесь работают творческие ребята, мои друзья. И вообще я очень люблю заниматься этой отраслью. То есть мы здесь собираем квадрокоптеры, гексокоптеры, изучаем новые материалы, то есть программируем их, также собираем и пробуем их в деле. Летаем на улицы. Здесь очень хороший директор, учителя, они понимают, относятся к нам как к творческим людям. Это очень интересно. И заниматься вот таким родом деятельности очень познавательно. То есть это вам поможет в поступлениях в университеты, институты и так далее. Это открывает множество дорог во взрослую жизнь. Лицей развивается, опережая время. Внедряются новые программы и учебники. Учителя проходят повышение квалификации с целью использования новых технологий в образовательном процессе. Но главное – это развить у каждого ребенка его личные таланты, чтобы будущие выпускники «Созвездия» были успешны во взрослой жизни. А это немало. Ну что же, мы работаем программой «Город С». Мы разговариваем сегодня с представителями лицея «Созвездия». Людмила Борисовна Басис, директор. Людмила Борисовна, ну что же, работаете вы руководителем более 15 лет. Расскажите, как все начиналось. Ведь не сразу все устроилось, и лицей «Созвездия» своей звездочки собрал не за один раз. Когда я пришла, это было более 15 лет назад, школа имела определенные направления, уже созданные. Это эстетические направления. Это музыка, изобразительное искусство, хореография. И мы, конечно, сразу аттестовались на школу с углубленным изучением предметов эстетического цикла. И дальше продолжало развитие. Но, тем не менее, время, оно как бы неумолимо требует каких-то изменений. И, соответственно, раз появились новые запросы родителей, у нас появились также физико-математические классы в старшей ступени. А потом постепенно это физико-математическое направление перекочевало в основную школу, в среднее звено. И настало время, когда мы аттестовались на статус лицея. То есть это образовательное учреждение с углубленным изучением предметов, естественно, математического цикла. Спасибо. Ну, а следующий вопрос, Ирина Игоревна, к вам. Вот какие задачи вы ставите перед начальной школой? Лицей «Созвездия», безусловно, особенный. И обучение на первом этапе, и, как мы видели из сюжета, построено не как у всех, конечно. У нас есть кадры начальной школы. Мы их посмотрим. Вы прокомментируйте, пожалуйста. И расскажите, пожалуйста, про начальную школу. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу сказать, что главную задачу, которую ставит перед собой начальная школа, это создать успешные условия для развития и воспитания младшего школьника. Для того, чтобы ребенок получил прочные знания для своего дальнейшего обучения на второй и третьей ступени образования. В начальной школе в последнее время появилось очень много программ методических и мультимедийных пособий, которые вот вы сейчас видите на экране, которые помогают на высочайшем уровне детям изучать новый материал. Кроме того, в начальной школе введена программа внеурочной деятельности, которая называется «Лего-конструирование». Основой этой программы является первичное знакомство с механикой. Это отдельный раздел физики такой. И умение ребенка работать по заданному алгоритму. Дети работают на уроках с «Лего-конструктором». Конечно, он им знаком. Но на данных уроках этот конструктор имеет более широкий спектр знаний. И на занятиях «Лего-конструирование» дети могут продемонстрировать свои высокие творческие способности. Ну, конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня все дети у нас уже знакомы с компьютером, хорошо имеют первичные навыки работы с компьютером. Но программа информатика в нашем лице ведется, начиная со второго класса. И наша задача – научить ребенка в дальнейшем самостоятельно освоивать новые компьютерные программы. Большое внимание и в начальной школе, и вообще в лицее мы уделяем физическому воспитанию младших школьников. И поэтому наряду с основными занятиями физической культуры в внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении мы предлагаем занятие, которое называется «Волшебный мир танца». На этих занятиях дети не только получают первичные представления о хореографии, но и знакомятся и приобретают навыки партерной гимнастики, которые поможут им в дальнейшем приобрести хорошую осанку и укрепить свой опорно-двигательный аппарат. Ну, на экране, наверное, зрители увидят, как наши дети хорошо дирижируют. Очень давно наша школа работает по программе Маргариты Станиславны Красильниковой. Эта программа предполагает не только развитие музыкального мышления у младших школьников, но и освоение такой их музыкальной деятельности. Они действительно дирижируют, но это так называемое детское дирижирование, и поэтому в начальной школе у нас даже проводится специальный конкурс дирижеров. Дети наши замечательно поют и участвуют в различных конкурсах. Вы сказали детское дирижирование, а я лично наблюдала, как они это делают, но ведь с взрослой не каждый справится с такой задачей. Это действительно очень здорово, зрелищно, и самое главное, это ведь так внутренне организует ребенка и воспитывает в нем его личные таланты, что просто диву даешься. Людмила Борисовна, мы подошли, вот мне кажется, как раз к вопросу-то о талантливости, об одаренных детях и программа «Одаренный ребенок» себя у вас успешно зарекомендовала и работает она, конечно, уже давно. Вот расскажите, пожалуйста, важность развития этой программы сегодня, в 2016 году. Программа «Одаренный ребенок» состоит из многих аспектов, но вот основой нашей программы является программа Психологического института Российской академии образования «Междисциплинарное обучение». Эта программа у нас внедряется с 1 по 9 класс, и все учителя, кто ведет эту программу, они обучены в Москве, в центре «Созвездие». И у истоков зачатка, начала ведения этой программы как раз была Ирина Игоревна. Я думаю, что она вот более подробно и более интересно расскажет про эту программу. Конечно. Пожалуйста, Ирина Игоревна. Эта программа ведется в нашем лице действительно очень давно, начиная с 1995 года. В основе вообще программы «Одаренный ребенок», как Людмила Борисовна сказала, лежит программа междисциплинарного обучения. Она предполагает умение ребенка находить источник информации, работать с этим источником информации, выдвигать гипотезу, подтверждать ее, опровергать. Особенность этой программы состоит в том, что дети на занятии работают в малых группах. Это может быть группа смешанного или постоянного состава. И во время всего занятия дети как бы себя чувствуют и проходят в разных психологических ролях. Это может быть роль лидера когда-то, может быть роль оппонента, критика, сомневающегося, а иногда просто наблюдателя. Содержание данной программы строится вокруг одной какой-то глобальной темы. Эта глобальная тема в течение всего учебного года берется в зависимости от возрастных особенностей детей. В первом классе эта тема называется изменение, во втором классе влияние, в третьем и в четвертом порядок, в пятом системы. И так по уровню сложности идет по возрастающей. Надо отметить, что вот эту глобальную тему дети изучают через систему так называемых междисциплинарных общений. То есть это те идеи, которые, в общем-то, приемлемы для разных областей знаний. Это может быть и физика, и математика, и русские, и музыка, и изобразительное искусство. Результатом работы является какое-то исследование. И в конце каждого занятия дети должны продемонстрировать результат своего исследования. Результат может быть представлен по-разному. Это может быть и диаграмма, и схема, и график, и калаш какой-то, и презентация, и творческая работа. И вот здесь как раз дети демонстрируют все свои способности. Творческие, музыкальные, изобразительные. Надо отметить, что вот программа «Одаренный ребенок», она является основой вообще научно-практической деятельности школьников. Наши учащиеся, начиная с первого класса, участвуют в разнообразных научно-практических конференциях и конкурсах исследовательской направленности. Но самое главное, они уже показывают потрясающий результат именно уровней своей подготовки и своих знаний. Людмила Борисовна, можно ли детям прийти в лицейное обучение на вторую и на третью ступень обучения? Да, конечно. Вот мы ежегодно набираем детей с пятого класса. То есть, кроме начальной школы, пожалуйста, мы в этом году будем набирать в пятый, в седьмой и в десятый класс. Поэтому вся информация имеется у нас на сайте. Родителям надо поинтересоваться, связаться с нами. И мы с удовольствием проведем собеседование, расскажем и примем ребенка. Главное, чтобы он хотел учиться. И главное, чтобы родители были заинтересованы в его успехах в обучении. Телефон лицея «Созвездие» периодически появляется на ваших экранах, уважаемые родители. Запишите его себе. Людмила Борисовна, сейчас уже можно звонить, приходить и узнавать. Можно на электронную почту послать информацию. Мы обязательно ответим. Ну и сайт достаточно у вас хорош, информативен. Я думаю, что всю информацию можно там почерпнуть. Хочу поговорить о внеурочной деятельности и о всестороннем развитии ребенка. Вот позиция быть неравнодушным к детям, я сделаю акцент вот каждому ученику, это очень большая редкость сегодня. Вы ее соблюдаете, вы ею следуете. Вы знаете, у нас, Людмила Борисовна, вот давайте мы на эту тему с вами побеседуем. И у нас фотографии есть, иллюстрирующие. И ваши достижения, ребят, и творческую деятельность. Поэтому давайте мы начнем с вами разговор. Ну и параллельно, конечно, посмотрим фотографии. Внеурочная деятельность. Вы знаете, внеурочная деятельность – это духовный мир ребенка. И, конечно, кроме учебы у него должно быть какой-то еще интересный, какой-то интерес в жизни. Вот, например, клуб авторской песни «Жигули», вот наше выступление детей. Это клуб авторской песни, они же и патриотическим воспитанием занимаются. Это вот как раз клуб «Жигули» на Грушинском фестивале. Кроме вот клуба «Жигули» у нас есть, вот видите, это фотографии, это губернатор с нашим лагерем. Тоже дети поют. Кроме всего прочего, у нас есть и театр «Карусель», которым занимается Куликова и Ирина Геннадьевна. У нас есть обязательно вокальные коллективы. Вот Ирина Высоцкая, видите, учит детей играть на гитаре. То есть это неотремлемо для авторской песни. Что можно еще сказать? Есть разные направления, есть хореография, есть театральная, есть вокальные коллективы, где дети поют. Есть внеурочные деятельности, связанные, как вы видели, с робототехникой. Тоже мы развиваем вот это сейчас, и детям очень интересно. Дети у нас ходят в различные походы. Это вот выпускники показывают нам красивый последний звонок. Это всегда такое очень красивое эмоциональное действие, это просто спектакль, который готовят наши дети. И, конечно, их участие во всех мероприятиях, конкурсах, оно развивает и ребенка, обогащает его духовный мир. Мне хочется сказать, что вот кроме таких эстетических направлений мы уделяем внимание и спорту. И благодаря тому, что у нас в этом году при поддержке правительства Самарской области и Министерства спорта построена хорошая спортивная площадка. У нас сейчас появилось такое направление в спорте, как хоккей с мячом. А благодаря администрации района у нас появилось хоккей с шайбой. То есть дети занимаются на катке просто катанием. Есть различные секции, и волейбол, и баскетбол. То есть можно везде найти себе применение, можно интересно раскрыть себе какие-то таланты. Есть волонтерское направление, есть музейная работа. То есть я считаю, что ребенок должен как-то еще раскрываться. И это бесспорно. И вы знаете, очень приятно, что вот это дополнительное образование очень поддерживается администрацией города и департаментом образования в наше сложное время. Потому что ребенок в школе проводит большую часть своего времени. И ему интересно, и он находит себе применение. Когда ребенок востребован, и он чувствует свою значимость. Это всегда приятно. Это значит, в будущем он будет успешным человеком. И вот в продолжении вашего ответа, Людмила Борисовна, вы очень четко подметили востребованность. И вы знаете, меня очень сильно порадовало и одновременно удивило то, что ваши одиннадцатиклассники уже знают, куда они пойдут учиться. Они уверены в успешном поступлении. Ну, давайте в подтверждение моих слов послушаем выпускников лицей созвездия номер 131. Если говорить о лицее созвездии, хочется отметить высокий уровень образования. Потому что я знаю, как преподают в других школах. Я могу сказать, что образование, преподаваемое в нашем лицее, на планку выше, чем в среднем по Самаре. И я, как студент, как будущий абитуриент, я уверена в том, что, обучаясь в этом лицее, я сдам ЕГЭ, единого государственного экзамена, именно на те баллы, которые я хочу. И я поступлю в тот вуз, в который я предполагаю на бюджетное отделение, естественно. Я за это не беспокоюсь. Хочу стать инженером. Планирую поступать в аэрокосмический университет. Сейчас он у нас переименовался в Самарский исследовательский университет. Но все равно планирую поступать туда. Это школа дает хорошую почву для знаний, потому что знаком с учениками прошлых лет, которые тоже учатся в этом институте. Говорят, что после того, как закончили школу, в институте особо не было проблем. Многие сессию сдали автоматом. Мой выбор будущей профессии весьма отличается от выбора моих одноклассников, потому что я поступаю в Институт культуры Самарский. Достаточно редкое такое явление, особенно в нашем лицее. Как бы помогает настроиться на художественную деятельность именно вот эти все кружки и различные выступления и мероприятия. Людмила Борисовна, вот профильное обучение, в чем его уникальность в вашем лицее? Какие направления у вас присутствуют? И скажите, пожалуйста, насколько это, опять же, помогает определиться в выборе будущей профессии? Мы сейчас послушали выпускников, но вот ваша позиция, позиция руководства? Конечно, статус накладывает свой отпечаток на профиль. Поэтому вот у нас в начальной школе угубленная математика. С пятого класса начинается физика-химия. Но в десятом-одиннадцатом дети выбирают уже непосредственно либо физмат, либо соцэконом, либо химбиомедицинский. Эти профили уже сложились. И что характерно, что у нас очень хорошая психологическая служба. Поэтому практически к десятому классу ребенок уже готов к выбору своего профиля. Очень редко кто-то попадает и потом переходит в другой профиль. Поэтому здесь, конечно, психологическая служба, квалифицированные учителя, которые дают именно возможность ребенку на этом профиле раскрыться. Отсюда, наверное, высокие результаты единого госэкзамена и поступаемость на бюджет более 90% детей. Мы сегодня говорим об уникальности вашего учебного заведения. Подводя, может быть, резюме нашему разговору, я хочу задать вопрос вам. В чем уникальность начальной школы? Уникальность начальной школы? Очень хорошие учителя. Так. Очень хорошие учителя. Условия? Условия. Отдельные условия. У нас отдельно стоящее здание на улице Днепровская, 2. Ну, еще раз хочу сказать, замечательные педагоги, хорошие дети, которые к нам приходят, и замечательные родители, которые нам помогают в обучении детей. Людмила Борисовна, ну и вторая, третья ступень. Вот все-таки почему стоит отдать предпочтение на сегодня лицей созвездия? Почему стоит прийти к вам учиться? Это гарант? Вы знаете, я вот как ответ на ваш вопрос хочу просто показать. У нас есть такая зачетная книжка, которая называется «Зачетная книжка достижений лицеиста». И здесь, кроме гимна нашего лицея, на обратной стороне есть стихотворение Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». И вот эти вот слова «Не позволяй душе лениться, чтобы в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». И мы делаем все, чтобы душа ребенка именно находилась все время в поиске и в труде. В труде. И, соответственно, отсюда появляются и результаты, и знания, и интерес к дальнейшей своей профессии, к дальнейшей жизни, к каким-то предметам. Поэтому, мне кажется, Ирина Игоревна правильно сказала, уникальность, наверное, в том, что квалифицированный педагогический состав и вот условия, которые мы создаем отдельно для начальной, отдельно для средней и основной в школе, они, конечно, оправдывают себя. И поэтому наши, наверное, требования и к детям, и к родителям. Если вы хотите учиться, мы вам поможем. А вот, если честно, сложно учиться? Вы знаете, учиться всегда сложно. Это труд. И если говорят, что ребенок устает или ему тяжело, но это же труд. С легкостью никакие знания не даются. Поэтому, я считаю, просто надо суметь организовать свой труд так, чтобы получить нужный результат, а не так, что просто вот я делал-делал, но ничего не получил. Мы работаем для того, чтобы получить результат этого труда. Поэтому по-разному дети учатся, но я считаю, что многое здесь зависит от мотивации родителей. И мне бы хотелось сказать спасибо нашим родителям, которые доверяют нам детей, которые помогают, которые нас слушают, которые вместе с нами помогают и учить, и воспитывать. И только в совместной связке с родителями можно получить хороший результат. Слушает и слышит самое главное, Людмила Борисовна. Да, это приятно. Да, вы сказали, что учиться нравится, условия созданы. А вот что дальше? К чему вы стремитесь? Какие планы на этот учебный год, на 2016, Людмила Борисовна? Вы знаете, план в громадье, потому что образование не стоит на месте, жизнь не стоит на месте. Мы внедряем много программ, конечно. Есть новые перспективные, в частности, очень много мыслей в отношении расширения роботой техники, вот этого направления. Может быть, введение каких-то курсов дистанционно, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Аэрокосмическим университетом, теперь Национальным институтом. Они нам подкидывают идеи, поэтому я думаю, что все наши планы должны свершиться. Должны быть. И уникальность лицея созвездия именно в этом и состоит. Людмила Борисовна, а вот вопрос хочу вам задать. Проводите ли вы такую статистику? Ну вот интересно, я знаю, что вы очень тесно сотрудничаете с вузами. Ребенок успешно закончил лицей, ну, пофантазируем немного. Успешно закончил лицей, поступил в вуз на бюджетное отделение, на то отделение, на которое он хотел. А дальше? Идет ли он работать именно по этой профессии? Вот есть ли какие-то, может быть, положительные примеры ваших выпускников? Да, конечно. Так как мы их правильно ориентируем, и они попадают в то высшее учебное заведение, которое им под силу, и которое соответствует их запросам, то у нас очень много учащихся, бывших выпускников, и, в принципе, практически все, которые идут дальше работать по специальности. Это уже готовые врачи, это уже готовые инженеры, причем которые остаются в национальном вот нашем университете, в лабораториях работают там же. И, конечно, очень приятно, что дети приходят и говорят спасибо, и добрые слова, и что, в общем-то, мы в их жизни несли вот такую положительную. Да. Вот как раз о достижениях. Есть у нас еще время. Поговорим, Людмила Борисовна, расскажите, ну вот какие успехи у ваших лицеистов? Конечно, дети участвуют во всевозможных и конкурсах, и каких-то олимпиадах. Вот в этом году мы ездили, и в прошлом году ездили в Москву на инженерный форум, и привезли даже, кроме грамот, документ о том, что мы являемся региональной площадкой Баунского университета. И здесь можно сказать, что мы сами проводим очень много олимпиад, на которые приходят дети из близлежащих школ и также приходят из других районов. То есть, вот видите, это духовные семинарии, мы с ними сотрудничаем, обязательно к нам приходит отец Андрей, как бы с напутствием к нашим выпускникам, он проводит беседы. Подготовка к различным мероприятиям проходит как в классе, так и индивидуально. Поэтому я считаю, что достижение у нас, да, это вручение вот ребенку, да, на конкурсе. Но это наша робототехника, которые уже тоже в этом году за год сумели принести лицею очень много грамот и похвальных листов в своих участиях в конкурсах. Поэтому это вот физическая лаборатория у нас, очень хорошее оснащение мы получили от Министерства образования и науки Самарской области. Поэтому стараемся все использовать для достижения нашего результата. Ну что же, я со своей стороны хочу еще раз напомнить о телефонах лицея созвездия, которые периодически видели на экране. Лично я там была, уважаемые родители, придите, посмотрите, окунитесь в эту атмосферу. Вы непременно заходите отдать ребенка в это учебное заведение. Людмила Борисовна, ну и, конечно, Вы, как руководитель, пригласите всех желающих. Ну и заключительное слово по традиции программы предоставляю Вам, пожалуйста. Мне, конечно, хочется пригласить и детей, и родителей к нам в лицей. И большое спасибо, конечно, тем родителям, которые, я говорю, вот нам доверяют. Кроме всего прочего, очень приятно, что и департамент образования, и министерство поддерживают у нас образование, помогает в наше трудное время. Ну а мы стараемся как бы этим воспользоваться и дать хороший, качественный результат. Пару слов, Ирина Игоревна. Я тоже, в свою очередь, хочу пригласить будущих учеников начальной школы к нам в лицей. Мы будем рады Вас видеть. Ну что же, спасибо Вам большое за очень интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали о своем замечательном учебном заведении, лицее «Созвездие». Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, посмотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!